Здравствуйте! КХЛДВ приветствует вас из Москвы. Ледовый дворец Мегаспорт. Сегодня здесь московская Динамо проводит очередной матч регулярного чемпионата. И в гости к москвичам белоголубым приехал Кумилунь Ред Стар. Вышла шайба в среднюю зону. Хеттанин отыграл назад на Моисеева. Дальше Миронов. Бросок по воротам. И от Лазушина шайба летит высоко в воздух. И Вадима Шипачева и отработали. Здорово. И шайбу отобрали. То, что среагирует на этот крайний нападающий, не получилось. Но, тем не менее, шайба из зоны вышла. Правда, Кунь Луни успел ее вернуть. И сейчас дальний бросок защитника китайской команды. Это Свиклун. Бросал без рикошета. Не обошлось. Давайте смотреть. Оли Палова. Да, даже еще и видел момент броска. Это то впечатление, что не просто шайба у него попала, а сумел он клюшку подставить и изменить направление движения. Шайба после броска Тобиаса Виклунда. Ну и Тобиас Виклунд бросал. Оли Паула подставлял. Звено Шпачева. Начало свой отрезок в большинстве. Уже играя в зоне Кунь Луни, но не получилось этого сделать. Правда, Кагаблицкий быстро шайбу вернул. И шайба в воротах. Вот сейчас бросает Николин от синий. Там рикошет. И после рикошета уже удается динамовцам переправить шайбу в ворота. К добиванию в исполнении Андрея Алексеева уже не успел. Причем навстречу и далеко выкатился Александр Лазушин. Тут главная задача Алексеева была послать шайбу мимо ворота. Еще и рикошет тоже помог в данной ситуации. Моисеев за воротами. Шипачев и на Макарова это была передача не проходит. Здесь пас. А вот здесь Савинанин убегает. Бросок. Гол. 2-1. В элемате Савинанин выводит Койн Луни Ред Стар вперед. Поймали Динамо, да, на контратаке игроки Койн Луни. Так подкараулил в районе дальней синей линии передачу своего партнера. Ну и, собственно говоря, скорости-то у него особо не было. Скорее всего, защитник Макарского Динамо догнал бы его и пытался помешать ему, если бы он покатил шайбой дальше. Но было время так сильно прицелиться и сильно приложиться. Увели мать Савинанина. И тот снова выводит гостей вперед своим результативным броском. Право. Здесь его останавливают. Шайба перехвачена. Лата на бэка. Бэк. И на пятак. И шайба, ну, так вот даже вскинул руки Лата. А куда она попала? Ну, сейчас Когорлицкий бежит к вороту в Лазушина. И шайба в ворота. На самом деле радовался уже. Поднимал руки. В перекладину. А шайба попала в перекладину, да. Причем так получается. Был момент у московского Динамо. Контратака и забивает Кунь-Лонь. И сейчас отличный момент был у Кунь-Лонь. Шайба попала в перекладину. И сразу в контратаке. Сразу в контратаке Дмитрий Когорлицкий. Остался только Кулемин. У которого сегодня 401 игра и 99 наборных очков. Моисеев. Из угла хороший пас бросок. Игорь Макаров выводит московское Динамо вперед. Перед воротами Александр Лазушин. Ну и там практически не обрабатывал шайбу. Принял ее коньками. И вторым движением поднял в ворота Александра Лазушина над щитком вратаря китайской команды. Второй гол для Игоря Макарова. И шестое наборное очко. И вот сейчас у Динамо есть шанс поиграть 5 на 4. Когорлицкий и шайб из-за ворота. И пас на Алексеева. Бросок и гол очень быстро. Динамо реализует свое большинство. 9 секунд всего тратит. Андрей Алексеев забрасывает свою вторую шайбу в сегодняшнем матче. После отличной передачи Когорлицкого. Да, Войт Коловский увидел подключение своего защитника. Делал передачу. Но не точно получилось. Бросок у Бартлета нанести не удалось. Бэк. И вот теперь бросок удается нанести Фонтейну. И еще 4-3. И за ворот проходит передача. Ну и... Тот поднять шайбу. Самое главное здесь еще и Витасик. Это единоборство выиграл. У игрока московского Динамо. Сохранил шайбу. Сделал передачу. И у Фонтейна хоть было немного времени. Но сумел он попасть точно верхом в дальний угол. Динамо отсюда шайбу отбрасывают. На синей линии Лайонин остановил. Фонтейн. Ну и перехвачена шайба. Шипачок можно в пустыне. Еще успеть. Но нет уже. Как Горлицкий даже не стал бросать по пустым воротам. Потому что звучит сирена. Это означает, что московская Динамо одерживает победу. Сосчетом 4-3. Пятая победа подряд над Кунь-Луним. В истории противостояния Динамо и Кунь-Луни. И шестая победа подряд в чемпионате для белых-голубых.